Визит Александра Лукашенко в Пекине начали обсуждать задолго до приземления президентского борта. Накануне в Чайна-Дели, одной из самых авторитетных газет Китая, вышел большой материал о Беларуси с заголовком на первой полосе и репортажем на шестой. Здесь и цитаты президента Беларуси, и совместный китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», завод «Белджи». Эта статья завершает собой серию о развитии китайской инициативы «Один пояс, один путь». А значит, к желанию Беларуси стать жемчужиной на нитке, проходящей сквозь всю Евразию, в Китае относятся более чем серьезно. Но проект интересен не только ближайшим партнерам. На форуме «Один пояс, один путь» ждут представители высшего руководства 28 государств. Генерального секретаря ООН, главу Международного валютного фонда, как раз после Кристин Лагард с речью выступит Александр Лукашенко. Изменения в протоколе, конечно, возможны, но такая стартовая позиция показывает градус ожиданий от выступления президента Беларуси. Тем более, что перед отправлением в Пекин Александр Лукашенко сделал еще один важный шаг навстречу китайским партнерам. Глава государства утвердил изменения в указ, регламентирующие работу китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Основные изменения в указ, они коснулись трех фобий, которые есть у иностранных инвесторов относительно нашего инвестиционного климата. В первую очередь, была упрощена значительная процедура регистрации, создана одна станция. Теперь все административные процедуры можно проходить исключительно в индустриальном парке, в администрации парка. Во-вторых, введен определенный мораторий на проверки инвесторов в индустриальном парке. В-третьих, повышенные экологические нормы до высших в Евросоюзе. Над этими изменениями работала международная группа экспертов, в том числе потенциальные резиденты «Великого камня». Узнать реакцию руководства Китая на послабление и без того либеральных условий ведения бизнеса можно будет в ближайшие дни. На полях саммита должна состояться двусторонняя встреча главы белорусского государства и председателя КНРСи Дзиньпина, несмотря на плотный график хозяина саммита. Также ожидаются переговоры Александра Лукашенко с лидерами других стран разных, но объединенных идеей создания нового шелкового пути – глобального рынка без границ и барьеров. Пекин в ожидании громких политических заявлений. Введены беспрецедентные меры безопасности. Контрольно-пропускные пункты появились даже на входах у гостиниц. Но что еще больше бросается в глаза, так это яркое пекинское солнце. Над городом специально разогнали смог, который, казалось, является неотъемлемой частью китайской столицы. Анна Пыш, Александр Автухов. Наши новости. Пекин. Китай.